всем привет я nox или мое человеческое имя для тех кого это важно вероника и сегодня мы с книжными покупками покупок у меня достаточно много я не собиралась вообще ничего покупать но тут как раз была акция библиотечная ночь во всех издательствах во всех книжных магазинах я ничего не купила но я пошла и устроила себе книжный книжную библиодень книжный библионеделю или еще что то есть я прошлась по своим любимым магазинам и приобрела себе книг начнем с гештальта я нашла третью часть трилогии дина рубины наполеона фабос теперь она у меня собрана в полном объеме и я смогу начать ее читать вот книжечки даже еще новенькие запакованы ну что знаю об этой книге это эпопея семейная как всегда рубина любит писать большие эпохи большие размеры так сказать и ну да это женская проза если вы не любите женскую прозу на вам на не будет интересно если вы любите прозу безгендерно то пожалуйста читаете она великолепно пишет это одна из самых лучших современных авторов на мой взгляд которая не потеряла точнее может быть нашла их не потеряла талант писать причем она очень интересный человек я слушала пару интервью с поправкой конечно может быть тем кто помоложе это будет не совсем интересно тем кто кому за 30 тому будет интересно так что смотрите еще и человек необычный вот дальше хочу показать пирожочек вишенку на тортике я разорилась и приобрела себе тоже трилогию в одном томе генри лайн холди ай кумена здесь три романа кукольник куколка кукольных дел мастер олдин нежно люблю хотя конечно не все его произведения я читаю потому что это все-таки тяжелая такая философско-социальная литература здесь насколько я знаю космическая фантастика вот думаю будет интересно я вот пока пугаюсь размера и я люблю куклы я хочу как-нибудь сделать куклы помните вот эти которые на такой крестообразной штуки на ниточках я вот обожаю этих кукол хочу сама их слепить а вот что здесь будет неизвестное в предвкушении специально не читала ни отзыва не аннотации поэтому думаю будет интересно смотреть там свет солнце очень здоровская вас кстати поздравляю с весной наконец-то у нас тепло 18-20 градусов поэтому наверное лучше не сидеть с книжками бежать гулять я вот сейчас снимаю видео побегу кататься на самокате возможно на в днх возможно вот что у нас дальше в основном я гуляла конечно по фикс прайсу там сейчас очень хорошие цены на достаточно приличные издания ну или для тех кто не хочет тратить за мягкую обложку 400 500 рублей они там по 100 рублей в принципе бюджетно для кармана эту книжку я увидела на канале лет обзор сергей очень интересно рассказывал про данное произведение макс максимов апокалипсис вход в рай укрытие когда идет снег насколько я знаю здесь три произведения а еще есть статья об авторе что в принципе ну да здесь довольно скромненько об авторе видимо он пока еще ничего не успел совершить но я думаю что у него впереди это фантастика три катастрофических сценариях нашего грядущего от супер популярного даже видеоблогера я же не знала что он видеоблогер макс максимов а вот книжка довольно таки не популярная буктюбе или в других книжных сообществах но я думаю фантасты уже знают это имя мне кажется будет интересная почитала так пару строчек мне показалось автор интересным вот еще одна антиутопия фантастика от женщина уже кристина далчер голос любопытная история тысяча слов день для женщины вы представляете что из этого может выйти заткнуть фонтан а вот эту книгу очень часто ругают на буктюбе вот но тем не менее мне будет интересно почитать составить свое мнение об этом авторе тем более я последнее время что-то очень мало читаю фантастической литературу ну мало что попадается мало кто что мне рекомендуют у меня вообще не читающие друзья сейчас заплачу поэтому ну буду читать так что еще у нас есть вот эта книжка по моему осталась у меня из книжных прошлых покупок я скорее всего забыла про неожиданно рекламный звонок прервал мое действом записи видео вот эту книжечку насколько я помню я забыла упомянуть в прошлых книжных покупках маргарита белая тоска бриллианта по эльфу-гранильщику насколько я знаю маргарита белая довольно известная личность в рок-музыке в истории рок-музыки если я не ошибаюсь она писала песни для наших популярных рок-групп стихи точнее вот что здесь здесь истории любви на фоне рок-музыки или рок-музыка на фоне любви ну то есть сборник рассказов и говорят упомянут наши известные старые такие старички рока здесь есть картинки интересно вот так оформленные рассказы хотя тут не рассказываю тут главы да фиг вы знаете может это целое произведение может я просто не внимательно было вот когда листала пытаюсь вам картинку найти такие вот черно-белые картинки думаю будет интересно я хочу собрать у меня есть две книги урок музыки вот они здесь с картинками одна еще об истории москвы как раз на фоне становления нашей рок-музыки постсоветское время вот и я думаю что эта книга войдет в мою коллекцию рок истории вот дальше я купила для себя ухты здесь чеки надо спрятать я не пугалась от того сколько книг денег у меня уходит на книги так вот это уже неожиданный для меня автор потому что я как бы к восточным авторам не очень точнее не то чтобы я не очень я скорее с ними была незнакома арханг помог снег но этого автора уже давно все знают одна я чего-то прошла мимо вот он пишут здесь лауреат нобелевской премии ну лауреат это еще ни о чем не говорит то что нравится судьям не обязательно нравится людям а кстати здесь тоже был где-то у меня тут возник вопрос в процессе чти а я как я статью читала о маргаре митчелл я как раз читаю унесенный ветром и там такой был поднят вопрос кстати очень классная статья и потом возможно сниму зачитаю на видео потому что мне она очень понравилась вот сейчас редко встретишь статьи об авторах сейчас очень мало критики современных авторов почти вот нигде не встреча такую развернутую статью как старых советских книгах о чем я в принципе жалею потому что было бы интересно почитать мнение критиков вот разборы произведений с этим ну то есть я вот эту ветку авторов не встречала хочу я говорила я хотела не донесла мысль несла и расплескала мысль да а вот у маргарет митчелл там как раз автор статьи критической поднимал разбор может ли быть классический автор популярен может ли стать классиком популярный автор потому что еще многие например в критике публицисты считают что развлекательная литература она и на то и развлекательная она не может быть классикой но вот я бы поспорила вот и там как раз этот вопрос поднимается вот буду узнавать нового автора может быть когда-то появятся все-таки критические статьи о латиноамериканских авторах там о японских авторах очень но мы их знаем на слуху моих романы читали там книги китайских авторов там восточной азии какие-то вообще просто имен не знаю вот может быть и о этих восточных авторах я забыла их территориальную территориально географическую принадлежность какие они восточные средневосточные или ближневосточные какие скорее всего ближневосточные географические кретинизм процветает моей голове на тем более вышел со школы и сдал учебник по географии все забыл вот это вроде как детективная история как здесь пишут вот закрученный сюжет бла-бла-бла не небольшой провинциальный городок куда прибывает молодой поэт в поисках разгадки причин гибели нескольких молодых девушек покончивших с собой и вот судя по последней странице здесь еще будут представлены стихотворение которое пишет данный автор надеюсь их перевели хорошо странно нет стихов но по крайней мере не в их стандартной стихотворной форме ладно будем читать искать архан помог совершенно мне не знаком ничего не читала ничего не могу сказать почитаю расскажу еще две книжки из фикс прайса ну их будет много потому что я еврей я книжный еврей вот я сама свои стихи выкладываю в сеть бесплатно и считаю ну точнее у меня есть предложение создать сборника выпустить сборник своих стихотворений я под видок с редактурой с картинками и так далее но я пока считаю что это меня обяжет становиться больше торгашом а это убивает творчество на мой взгляд вот не обязательно соглашаться с моим мнением то еще закидаете меня тапками вот международный бестселлер меня конечно пугают всегда надписи или гей хилбили джейн дивенс история жизни одной семьи в условиях кризиса вот здесь о чем чувак получил диплом юриста ельского университета и стал руководителем ведущей компании в силиконовой долине но его история это не историю успеха и не путь к американской мечте здесь рассказывается даже даже автор рассказывает своей жизни жизни своей семьи в бежен безнадежных условиях вот так семейная сага стала самой обсуждаемой 2016 году тоже не знаю этого автора а вот тут нетфликс уже успел нас снимать 2020 году вот издательство бомбора цена 9 рублей вот все что могу об этой книжке сообщить вот редкие редкие скажем так случай когда я полистала почитала и выбрала без рекомендаций то есть обычно я стараюсь покупать книги по крайней мере людей у которых схожи схожи с моими мнением с моими мнениями их мнения на великой могуч заплетающийся мой русский язык вот будем посмотреть пока не видела обзора на эту книгу видела в покупках у других людей кстати многие блогеры сейчас ходят фикс прайс это не стыдно это невольно это экономно для вашего бюджета вот еще одна книжка тоже но это уже больше по моим интересам кулинарным и естественно мне интересно такое направление как правильное питание что и когда есть андрей беловешкин как найти золотую середину между голодом и перееданием вот у меня да есть болезни когда нервничаю много ем и поэтому мне кажется мне будет интересно что здесь написано хотя конечно подобные книги от диетологов от врачей они достаточно стандартные и однообразны вот дальше пойдут книжечки из моего любимого комиссионного магазина я тут лазила лазила по интернет магазинам пыталась найти себе издание унесенных ветром которое было бы недорого и нормально издана но так и не нашла почему-то как ни странно в библию ночь цены на такие классические произведения которые уже в принципе большинства людей есть не так чтобы упали а всего лишь на 15-20 процент так вот я пошла в свой любимый книжный на арбате и купила пусть такие два немножко разрозненные разные по формату книги вот но примерно примерно в одном и том же стиле оформлены книженцы первая и вторая часть унесенных ветром вот по 50 рублей и того то есть если я сама дешево где-то находила 4500 рублей за такое здание я его купила за 100 рублей вот такой я еврей семейная шутка моей семьи да ну рассказывать наверно излишнюю война между севером и югом америки падение рабовладельчества и так далее вот обожаю эту книгу на по крайней мере обожала ее в детстве я посмотрела пару раз фильмы с венглей и кварком гейблом вот ну и кроме того что это стандартная любовная история с треугольничком таким или 4 4 угольничком даже вот но здесь очень интересно и историческая линия за что в принципе может быть митчелл стоит поблагодарить у нее кстати интересная судьба вот жалко она рано умерла мне и переехал таксист надеюсь не за это произведение а то они любят там эти цветные вопросы решать кардинально вот ну и как раз сейчас начала читать прочитала водную статью которую как я уже сказала мне понравилось автор кстати статьи сейчас подскажу некий п палиевский вот не знаю кто это надо узнать может это тоже какой-то писатель вот вторая часть как-то очень интересно у меня то ли тут выдрано листочка ну в принципе не пострадала все основное ради чего вот а здесь вот так вот что-то 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 не то но мне принципе неважно я просто хочу иметь эту книгу у себя в маней в маней кладовой мою прелесть сума не кладовой а вот еще один роман мне попался и смерток черный принц но это тоже уже классическая английская писательница здесь кстати роман сестра этим году вышел рисует жизни англии 70-х годов много внимания уделяется вопросам человеческих взаимоотношений психологических проблем пока читала у этого автора только один роман о сценарист море море по-моему называется вот если моя моя престарелая память меня не подводит 77 года издания старше меня вот так кстати здесь прикольно почему-то здесь фарзат с чертой раньше кстати насколько я знаю очень часто красили тушью вот мне кажется я докрашу для себя вот с такой с художественной литературе все он дальше пойдет уже немножко на там была одна не художество про еду теперь вернемся к увлечениям еды и ой едой и еще я вот сейчас хочу планирую выучиться на портного швею конструктора что-то все вместе сразу вот у меня всегда было стремление что-то пошить до сих пор зашиваю фигур на носки по крайней мере на уроках труда меня научили элементарным вещам и если что там с учетом дополнительной литературы уроков на ю тубе и прочего из интернета я могу что-то сотворить вот такую книжку нашла тоже моим любимым букинистическому за 50 рублей реклама вот на арбате уже можно мне чуть-чуть отслюнивать что то что я их рекламирую шеете сами юдина евтушенко иерусалимская конструирование раскрой приема обработки деталей женского детского легкого платья воротников рукавов манжет карманов горловин застежек вот сейчас подобные книги и тоже есть но они в основном стоят бешеных денег там в районе 600 700 рублей а здесь вот в принципе одно и то же единственно конечно сейчас моделирование несколько изменилось потому что сейчас модны другие фасоны и другие ткани то есть там немного другие приемы обработки используется но основное то что вы можете построить стандартную выкройку лекала любого любой любого предмета одежды и потом просто допустим где-то подсмотрев подчитав или подумав просто преобразовать ее современную хотя периодически мода возвращается на тот же самый круг с которого допустим ушли наши дедушки и бабушки и нога затекла ай-яй-яй больно вот и еще три книжечки вегетарианская кухня лучший рецепт серии домашнее консервирование ну это я так немножко увлекаюсь и кухни раздельного питания это моя любимая система питания на которой лично я худею когда вдруг соберусь начну и понесуть вот на этом наверно буду заканчивать книжки классные очень довольна я уже еще заказала себе книжек ну не знаю куда 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 я с ними буду переезжать или они или я буду переезжать книжки займут все вот хороший книг хорошей погоды вообще идите гуляйте есть в конце концов аудиокниги которые можно слушать и гулять совмещать приятное с полезным пока пока